Вы знаете, что за моей спиной? За моей спиной ваша самая замечательная пенсия, да? Ваша самая замечательная пенсия. И когда мне начинают стирать, что мы не можем вам платить нормальную пенсию, скажу, вот это наша замечательная пенсия. Или вы думаете, что олигархи на это дело из своих карманов денежки потратили? Да бред, все это есть. Нет, конечно, это мы тратим наши денежки, пенсионерские, естественно. Сколько человек из мужиков доживет до возраста 60 лет? В России да не сильно много их доживет. Процентов может быть 10-15, больше нет. Женщину тело обдушку. Давайте все-таки определимся с нашей пенсией. Вы же хотите выборы, вы же хотите крутизну. Это маленькая часть нашей пенсии, вложенная в наше сельское хозяйство. Не сельское хозяйство, я не знаю. Слушайте, дайте нам 1000 долларов, и мы уже как-нибудь сами здесь все соберем. Не надо нам по ушам проезжать. Представляете, сколько было выкорченного всех деревьев, чтобы вот это дело посадить? Ну, это бардак, явный бардак. Так это маленький бардак в Магнитогорске. А я был в тех городах, где есть Мандюали. Я не был еще в Сочи. Я просто прекрасно понимаю, сколько там денег наших глуплено. Я хоть видел в Самаре, как наши деньги куда-то вкладываются. Это просто видно. Весь город перестраивается. Это красиво. Это же наши деньги. Ребятки, я все понимаю, что кто-то там от спорта просто шарахается. Так, если ты крутой человек, возьми свои деньги, напряги людей реальных, понимаете? Все было бы круто. И вот эта долбанная приватизация, которая нам, по сути, была не нужна, к чему она привела? К поколению олигархов. Ладно, говеных олигархов вы выкинули. Представили других олигархов. Я вам еще раз говорю, бараны вы тупорылые, вы пришли в эту жизнь босиком. Вы босиком отсюда и уйдете. Вы эти деньги никуда не потратите. И если бы все нормально бы случилось, хорошо. Представится, хорошо. Город работает, город растет. На этом хватит. Все остальные деньги давайте все-таки дадим возможность и пенсионерам-то пожить. Потому что я пенсионер. И вы знаете, пенсия в 200 баксов, это просто фуфел какой-то был. Потому что с моим заболеванием, с моим заболеванием, с немцами говорил, с моим вот этим дивным заболеванием, я не буду про себя говорить. Ладно, хоть я вовремя еще купил аппаратуру. Потому что если бы я аппаратуру не купил, что бы случилось, вы бы ничего не увидели, вы бы не поняли, как лечить рак. А я вам все это дело реально объясняю, где качественно и за дорогу вы будете его лечить. Теперь возвращаясь на круги свои. Раз я пенсионер, раз я смотрю на людей, у которых есть правильная и хорошо заработанная пенсия, дайте ее нам. И не корнефольте мозги. Потому что количество пенсионеров в реальности, это 10, может быть 20% населения. Все остальное уже на том свете. Продолжение следует... Продолжение следует...